Всем большой привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня у нас с вами пустые баночки за апрель месяц категория уход. Если вас интересует декоративная косметика, то какие-то пустышки или же продукты, которые я выкидываю, у нас с вами обсуждается в рамках видео с Project Pen раз в два месяца. Если вас интересует это видео, ссылочку я оставлю внизу. Оно уже вышло. Итак, давайте с вами начинать. И как обычно мы с вами начинаем по порядку. В первую очередь продукты для снятия макияжа, если они есть, или же умывалки. Для снятия макияжа у меня закончилась малышка-пробник от бренда Kiehl's, который называется Midnight Recover Cleansing Oil. Безумно крутой продукт. Это что-то вроде гидрофильного масла. Классно справляется с макияжем, при этом не сушит лицо. Классно смывает подводки гелевые и вообще у меня нет никаких претензий к этой красотке. Единственное, что возможно вам не очень сильно понравится запах. И от душки здесь есть легкая нотка лаванды. И если вы аллергик на лаванду, а очень часто такое бывает, то это не ваш продукт определенно точно. Обязательно такие продукты затем смываем какими-то умывалочками. И поэтому идем к умывалочке. И здесь у нас с вами супер бюджет от Билеты Vitex. Это профессиональная линейка. В рамках этого видео у нас с вами будет 4 пустые баночки от Билеты Vitex из профессиональной линейки. И на мой взгляд, вот это вот просто топ 1. Топ 2 будет маска. Обалденно крутая умывалка. Мне ее хватило при ежедневном использовании утром и вечером. Еще учитывая то, что я могу в середине у меня смыть макияж по той или иной причине на полтора месяца где-то. Расход у нее конечно не маленький, но я использовала по 3 помпы, чтобы окончательно и хорошо смыть гидрофильное масло. И в этом плане это очень хороший продукт, который не слушает кожу. Сама пенка по себе достаточно плотненькая и хорошо справляется с какими-то загрязнениями. Нет никакой реакции на эту малышку, нет здесь особо никаких отдушек. У них очень крутая профессиональная линейка, если вы их еще не пробовали, именно эту профлинейку. Есть розовенькая версия, есть зелененькая версия, у меня вот здесь вот есть синенькая версия. Еще у меня тоник тут есть под боком из этой же линейки, которая между прочим тоже очень хорошая. Попробуйте. Да, эти линейки будут дороже, но и качество в них будет повыше. Советую и рекомендую. Очень хороший продукт. Еще из белитовских, ой, не из белитовских, а из белорусских умывалок мне очень сильно нравится в моду. Если не пробовали, то поищите. Очень классный продукт. Хотя некоторые девочки говорят, что очень сухую кожу может эта умывалочка немножко подсушивать. Также у меня закончилась энзимная пудра от бренда Bavor. Хочу сразу оговориться, что это был мой первый опыт с энзимной пудрой. И мне он понравился. Все было хорошо, не вымывала до скрипа. При этом продукт классно пенился. И пена была очень мягкая по ощущению. Сейчас я начала использовать энзимную пудру от корейского производителя, которую мы с вами находили в одном из адвен календарей. И она в принципе тоже неплохая. Но у Bavor мягче пенка. И расход, мне кажется, будет чуточку поменьше. Здесь было 20 грамм продукта. И я использовала этот продукт, наверное, около трех месяцев. Учитывая то, что я им пользовалась два, чаще всего два раза в неделю. Иногда три раза в неделю. В целом очень здорово, очень прикольно. Тоников нету. Никаких, ничего не закончилось. Закончился микс от Catrice. Я начала его изначально использовать на лицо. И это была моя большая проблема, потому что меня начало сыпать. Здесь очень много каких-то отдушек. Да, здесь есть масло апельсина и лавандовое масло. Пахнет прикольно. Мне кажется, я находила этот микс в каком-то адвент календаре. Опять-таки, у меня практически все продукты из адвент календарей и бьюти боксов. Но мне не понравилось. По итогу я его использовала на тело. Мне не нравится здесь дозатор. Он просто какой-то ужасненький. Он, во-первых, плюется. А во-вторых, он пшикает вокруг, но никак не на лицо. То есть, нету прямых каких-то брызгов. Есть брызги в сторону. На этом все. То есть, мне не понравилось. Касаемо сывороток. На самом деле, у меня закончились те сыворотки, которыми я пользовалась очень давно. Начнем, пожалуй, с Mizon. Это корейский бренд. Это та самая сыворотка, которую, мне кажется, пиарили и хвалили просто все. И я ее купила по советам Ковки. Что ей помогало это, когда я ее начинала сыпать. Мне не понравилось. И мне не понравилось. Объясняю, почему. Основа этого продукта это спирт динатурированный. И есть ощущение, что вы наносите исключительно медицинский спирт на лицо с небольшим содержанием молочной кислоты. Здесь действительно может продукт помочь с тем, чтобы убрать какие-то следы постакне. Но на самом-то деле, я бы его использовала исключительно, когда у вас какие-то воспалительные прыщи. И вам их нужно подсушить. Но и то я бы не наносила на все лицо. Потому что я наносила на все лицо. Это была плохая идея. Во-первых, да. Во-первых, да, подсушивает. А во-вторых, как только этот спирт начинает распаряться, это все летит вам в глаза. Я не знаю. И мне продукт не помогал с каким-то воспалительными прыщиками, которые у меня появляются раз в, скажем так, в месяц. Не помогало в этом плане. Вообще. Поэтому для себя я понимаю, что я не куплю этот продукт. Он для меня был бесполезным. Хотя его все хвалят и нахваливают. Не знаю. Не получилось. Не сошлись. Еще одна малышка от бренда Balance Me. Это BHA Exponential Concentrate. Это сыворотка с БХ кислотами. А именно с салициловой кислотой. Она неплохая. У меня уже была баночка в 20 мл или в 30. Здесь была баночка в 50 мл. Конечно, я далеко не месяц пользовалась этим продуктом. Как и этим. Мне кажется, вот этот я использовала месяцев 4-5. Где-то так. Плюс-минус. Эту малышку месяца 4 или месяца 3. Плюс-минус, скажем так. В целом неплохо. Но есть такой маленький нюанс. Нужно наносить совсем-совсем чуть-чуть продукта. Иначе, если вы перестараетесь, он как будто бы начинает немножко пениться. И странно распределяется. Но если наносить ровненько чуть-чуть, тогда все с ним в принципе хорошо. Это не является 100% аналогом... Господи, как он называется? Пола с чойс. Пола с чойс немножко другая консистенция. И с ним просто попроще будет. У него нет вот этого странного эффекта пенки на лице. Но в целом, как вариант замены, учитывая то, что здесь, по-моему, тоже 2% салициловой кислоты. Почему бы и нет? Далее. Из увлажняющих сывороток закончились только две штучки. Всего лишь две штучки. Две малышки из лакшери бокса. Здесь у нас с вами всего лишь по 2 или 3 мл каждый. Одна ночная сыворотка, вторая дневная сыворотка. Дневная мне понравилась гораздо больше. Это консистенция какая-то полугелевая была. Если будем говорить про ночную сыворотку, то это было дуофазное средство. С одной стороны было масло, с другой стороны была обычная сыворотка. Нужно было обязательно их перемешать. И мне как-то сыворотки, содержание масла, мне очень сильно подходит. Я сейчас опять одну попробовала и меня опять сыпануло. Сыпануло мелкими подкожниками. Еще крем один я вам, наверное, покажу, который мне тоже не подошел. Который мы с вами находили в одном из бьюти-боксов. Он там стоил, оказывается, 80 плюс евро. Но у меня на него началась очень сильная реакция. И эти малышки хороши, в общем-то. Они неплохо впитываются, они не ощущаются на лице. Но мне понравилась больше именно дневная сыворотка. Исключительно из-за консистенции и из-за того, что ночная давала именно такой жирноватый эффект. Учитывая то, что я всегда на ночь использую масла. Для меня это было просто немножко лишним. Переходим к пункту крема для лица. И начнем с провала для моей кожи от доктора Сюзанн фон Шмидерберг. Мы находили эту малышку в адвент-календаре от Дуглас. Мне абсолютно не понравился этот крем. Потому что он катался. Даже в чистом виде на моей коже он катался. Я изначально его пробовала наносить сыворотками. Я меняла сыворотки. Он все равно продолжал кататься. Я его по итогу начала наносить исключительно на зону декольте в чистом виде. И он все равно продолжал скатываться. Поэтому для меня этот крем просто провал. Хотя в принципе он приятный. Он хорошо впитывается. Но я не понимаю, почему он спустя минут 10 начинал кататься. Поэтому минус идет в мусорку. К счастью, я все до конца использовала. Давайте я вам еще покажу малышку, про которую я говорила. Что у меня на нее начало сыпать. Это бренд, который называется Monospeam Beauty Balm. Меня хватило на неделю. И после недели использования у меня начались вот здесь вот красивые воспаления. Воспаление на лице тоже было и есть, собственно говоря. Но они замазаны сейчас. Но на шее, мне кажется, видно красные штучки. И я также его снимала на зону декольте. В общем, где я его наносила, там у меня и сыпала. Именно такими болезненными воспалительными прыщиками. Поэтому для меня это просто минус. Я попробую его кому-то отдать. Потому что эта малышка стоит немало. Но она мне абсолютно не подходит. Что не так? Скорее всего запах. Здесь очень яркая, насыщенная отдушка. И вы ее ощущаете. И в течение дня, собственно говоря, тоже. Но при этом мне понравилась консистенция. Крем хорош. Он классно впитывается. Он очень легкий. На лето, на весну. Вот самое оно. Но мы не подружились, как еще с одной сыркой. Которую я сейчас все-таки использую. Но в рамках следующих пустышек мы с вами про это поговорим. Крема, которые были весьма неплохие. Тачи. Да, дорого, богато. Привет от Бенкалендари. Слава богу. Сама бы я не купила и не собираюсь покупать. Но крем вообще неплохой. Это хороший вариант крема базы под макияж. Потому что здесь есть силиконы. И за счет силиконов продукт неплохо разглаживает текстуру. И убирает какие-то излишние особенности. Скажем так, мелкие морщинки. Поры расширенные. Можно немножко сгладить. Хороший крем. Классно впитывается. Классно работает. Но действительно для меня это больше база под макияж. Но и цена меня не очень сильно устраивает. Запах от душка есть. Но не сильно яркая. Не сильно приторная. И не сильно навязчивая. Далее у нас с вами будет бобор. В этот раз у нас с вами аж целых два продукта от бренда бобор. Я наконец-то добила этот крем. Здесь было 50 миллилитров продукта. Мне кажется я им пользовалась месяца два с половиной. Может ближе к трем. Мне очень сильно понравился этот крем. Я его использовала на ночь. Вообще никакой реакции. Идеально напитывает. Он жирненький достаточно. Даже скорее не жирненький, а плотненький. И при этом он не перекружает кожу. Классно распределяется. Классно впитывается. Никогда никаких проблем я с ним не видела. И несколько раз я его использовала днем. И под макияж он тоже был хорош. Притом весьма и весьма хорош. Мне очень сильно понравилось. Но к сожалению продукт стоит немало. Да и у меня на самом деле очень много кремов для лица. И ими надо пользоваться. Поэтому я пока что точно не буду перепокупать. Малышка крем для лица от бренда Белита. Я использовала не на лицо. Но на лицо я тоже попробовала. Во-первых, я поняла, что он лежит у меня уже очень давно. И решилась все-таки воспользоваться. И начала его наносить на тело. Он хорошо питает. Он хорошо напитывает и увлажняет. Касаемо нанесения на лица. Есть маленькая особенность. Если вы перебастараетесь с количеством крема. Он будет кататься и очень будет плохо впитываться. Это в принципе касается и тела. Его нужно совсем чуть-чуть. Если вы наносите чуть-чуть. В принципе окей. Но возможно, если у вас очень сухая кожа. И если вы не используете никакие сыворотки. Может быть недостаточно этого крема. И тогда придется чем-то его дополнять. Но в общем и целом очень даже хорошо. И после того, как я его... Здесь очень приятная легкая душка. Ненавязчивая. Неприятная. А именно приятная. После того, как я его начала наносить на тело. Кожа стала чуть более упругая. И чуть более мягкая. Вот. И сравнивая вот например нанесение этой малышки на тело. И для коста. Которые я покажу вам чуть побольше. Честно, Белиты работают гораздо лучше. И еще одна малышка от Белиты. На самом деле не последняя. У нас с вами еще будет маска для лица. Из этой как раз таки линейки. Крем-фактор для век со стволовыми клетками. Он классно распределяется. Поэтому претензий нет. Основная претензия у меня к этому продукту заключается в том, что он щипет. Я не знаю как так. Я не знаю почему так. Но это очень сильно неприятно. Я его по итогу вымазывала на зону декольте. Я им изначально пользовалась при подготовке лица перед макияжем. Он у меня здесь стоял на столе. Либо же когда я смывала макияж. Или же какие-то свочи на лице. И потом просто наносила какой-то увлажняющий крем. Вот собственно говоря этот. И он очень сильно порощивает. Поэтому мне он не очень сильно понравился. Но впитывается он в принципе неплохо. Работает или не работает. Сложный вопрос. Потому что на постоянной основе я ему пользоваться не смогла. Он для меня вызывает неприятную реакцию. Давайте скажем так. Маски для лица. Опять белиты. Опять белиты. И опять профессиональная линейка. Маска сияния со стволовыми клетками. Мне понравилась маска. Но у нее есть один немаловажный минус. Минус. Маска хорошо напитывает. Хорошо даже охлаждает лицо. И хорошо увлажняет. Что мне не понравилось. Здесь не зря написано маска сияния. Здесь отдельные крупные глиттерные частицы. На кой черт они здесь. Я до сих пор не понимаю. Если они хотели сделать маску сияния и какой-то супер здоровый эффект. Наверное нужно было использовать очень мелкие светоотражающие частицы. А не крупные глиттерные. И это выглядело во-первых странно. Во-вторых эти блесточки смывались далеко не с первого раза. То есть это единственный минус. А так это очень хорошая супер бюджетная маска для лица. Которая действительно работает. И еще одноразовые маски. В первую очередь маска для зоны вокруг глаз. От бренда 123 это просто патчи под глаза. Которые ничего сверху не делают. Можно купить обычные патчи корейские. Толку будет больше. Поэтому для меня и на мой вкус нет. Старскин маска для губ. Неплохо питает. Неплохо увлажняет. Но теоретически тоже можно купить патчку масок от корейского производителя. Потому что эта малышка тоже сделана в Корее. Практически все одноразовые маски. Гелевые или же тканевые. Они сделаны в Корее. Еще маска. Вернее патчи. 111 скин. Хорошие патчи. Но опять-таки это корейские патчи. 20 евро они не стоят. Берем обычные корейские патчи. И не занимаемся ерундой. Они хорошо увлажняют. Хорошо напитывают. И даже немножко охлаждают. Чаще всего такие продукты я держу в холодильнике. И за счет этого получается дополнительный эффект охлаждения. Да, неплохо. Но не 20 евро. И еще одни патчи, которые мы с вами совсем недавно находили. От бренда Shia и Benz. Мне они не очень сильно понравились. Они в принципе неплохо охлаждают. Но это патчи, которые сделаны в Китае. И да. Свой евро они в принципе стоят. Если бы они стоили дороже, я бы точно не советовала брать. Они очень базовые. Как вариант, если вот нужно спасти ситуацию. В принципе, почему бы и нет. Потому что легко найти, если вы живете в Германии, конечно. Но ничего сверху. Маска от бренда Avan. Которая сделана в Корее. Которая стоит сколько там? 22 евро. Которую мы с вами не так давно находили в бьюти-боксе. Это неплохая тканевая маска. Но 22 евро она не стоит. Красная цена ей в районе 7-8 евро. Потому что это опять-таки обычная корейская маска. И здесь очень плохое лекало. На лоб мне не хватает. Да, у меня высокий лоб. Но у меня маска закончилась вот здесь. Вот. Если я пыталась поднять выше, то у меня глаза. Разряд для глаз лежала на брови. То есть она очень странная по лекалу. И честно сказать, 22 евро определенно точно нет. Маск Me Up. Мне нравится уже побольше. Эти маски стоят в районе 6-7 евро. И в принципе за 7 евро окей. Также маска сделана в Корее. И это видно. И это неплохо работает. Единственное, что здесь не очень удобная лекала. Здесь есть часть лекала для лица. И якобы для шеи. Но там нету расстояния между частью тканевой маски от лица и до шеи. То есть теоретически вам не хватает закрыть подбородок. И вот то, что должно быть на шее, по итогу отказывается вот здесь вот на внутренней части подбородка. Это, конечно, очень странно. Либо можно теоретически просто оторвать этот кусочек и дополнительно приклеить на шею. Очень странная лекала. И еще одна одноразовая маска. И это мой топ-1 среди одноразовых масок от Белиты. Это альгинатная маска. Если вы вдруг пробовали корейские альгинатные маски, попробуйте Белитовские, потому что это одно и то же. Вот прям один в один, плюс-минус по составу. Я даже как-то сравнивала одну из версий альгинатной маски от Белиты. По-моему, это же Белиты. Нет, это Витекс, простите. С маской какого-то корейского производителя. Плюс-минус одно и то же. Здесь 28 градусов продукта. Поэтому теоретически вы можете растянуть на два раза. Это вариант маски, который всегда работает. Это вариант маски, который спасает вашу кожу больше, чем любая тканевая маска. Это обалденно крутой продукт, но он не очень удобный. И нужно сидеть с этой красотой в среднем около 30 минут. Можно наносить какие-то еще увлажняющие сыворотки, и тогда будет просто бомба. Советую и рекомендую. Сравните ценники на Белиту, то есть на Витекс и на Корею. И по громовке выберите то, что дешевле. Плюс-минус одно и то же. Переходим к пункту продукты для тела и для волос. Начнем с тела. Скраб от бренда Изана. Изана это внутренний бренд магазина Rossmann. И да, мы эту баночку с вами видели месяц назад. Я купила еще раз этот скраб. Он стоит от 2 до 3 евро. И он прекрасно работает. Сейчас я взяла на пробу скраб от Balea. Balea это внутренний бренд магазина DM. И на мой взгляд они плюс-минус взаимозаменяемые. Вот прям по эффекту, по запаху одно и то же. Здесь одушки чаще всего достаточно химозные. Но сам по себе скраб неплохой, неплохо работает. И при этом хорошо напитывает кожу. Мне нравится. Прекрасное вложение 2 евро. Касаемо каких-то увлажнялок для тела. В первую очередь это масло от бренда, которое называется Jungbluk. В общем здесь игра слов. Это немецкий бренд. И это рапсовое масло. Написано, что его нужно использовать для тела. Мне не понравилось. Мне абсолютно не понравилось. Во-первых, здесь консистенция достаточно, как бы это объяснить, желеобразная. И продукт очень плохо впитывается в кожу. Вот просто кошмарно плохо впитывается. Питает вроде как бы и неплохо, но его распределить это то еще приключение. Плюс здесь есть дозатор в виде такой вот пимпочки. И в эту пимпочку практически ничего не набирается. И по итогу я просто переворачивала саму баночку и пыталась кое-как достать этот продукт. Мне не понравилось. Очень не стоящий продукт от слова совсем. Нет, нет, нет. Ужасно. Крем для тела от бренда Лакосте. Мне не нравится тоже. Ой, мне кажется, это уже вторая или третья баночка моя. Их постоянно кладут в бьюти боксы, адвент календаре. Во-первых, по питанию это никакой лосьон для тела. Он вообще не питает. Здесь яркая, всегда насыщенная отдушка, потому что это парфюмированные крема. И их основное назначение не кожу напитать, а запах дать, скажем так. И поэтому я не вижу смысла. Лучше купить отдельно духи и отдельно крем для тела, который работает и питает тело. А это баловство. Вот я по-другому это не назову. Бесполезный продукт. Коснаемо шампуней. Давайте вначале поругаем. Glisskur Total Repair. Шампунь, который не делает ничего. Для того, чтобы нормально вымыть волосы, нужно раза три промывать их. И то вы не будете ощущать, что у вас волосы просто идеально вымыты. Я не поняла этот шампунь. И к счастью, это мини-версия. Я понимаю, что полный размер я бы точно не купила. Потому что никакущая. Еще одна малышка, которую мы с вами уже находили. Которая уже была в пустых баночках от бренда Ternuma. Это французский бренд. С одной стороны, это неплохой шампунь. Он хорошо вымывает волосы. Где-то за два раза вот прям все идеально вымыто. И я напомню, что по-хорошему волосы нужно мыть два раза. И начинать обязательно с корней. Но проблема заключается в том, что здесь достаточно большой расход. Продукт вроде как бы хорошо пенится. Но с другой стороны, не настолько идеально пенится. И постоянно приходится поддобирать продукт, чтобы идеально вспенить. И чтобы идеально промыть волосы. То есть, с одной стороны, он вроде неплохой. С другой стороны, меня не устраивает соотношение расхода и цены. Потому что, по-моему, этот полный размер стоит в районе 14 или 15 евро. За 150 миллилитров. Нет. По итогу, я говорю, скорее нет, нежели да. Тиджи, который Catwalk, которым я пользовалась 5 или 6 месяцев, работал гораздо лучше. И гораздо лучше пенился. Так. Сухой шампунь. Начальше сухой шампунь. Потом покажу маску. Опять-таки от Gliscour. Который тоже мне не понравился. Так. Сухой шампунь от бренда Leuven Grip. И мне он не понравился. С точки зрения абсорбируемости, он неплох. Он хорошо убирает какие-то ненужные вам жирности на волосах, скажем так. В принципе, он дает обалденный объем. Но вы чувствуете, что у вас болит голова. То есть, вы как будто бы добавили этот продукт. И он утяжеляет корень, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Плюс вы не можете закинуть, запустить, вернее, пальцы в волосы. Потому что красотка этому препятствует. Скорее всего, здесь есть пудра, которую добавляют для объема. Когда делают какие-то прически. Потому что эффект точно такой же на волосах. Если этот шампунь использовать для того, чтобы делать какие-то объемные прически. Да. Но если этот шампунь использовать для того, чтобы немножко освежить волосы. Когда нужно, чтобы продержались волосы до вечера. А уже середина дня. То нет. Потому что неприятные ощущения. Давайте скажем так. И да, и нет. Для себя я бы точно не стала перепокупать. Если мне нужно сделать какую-то прическу. Если мне нужна пудра для волос. Я возьму пудру для волос. Не знаю. В общем, мне не зашло. Глискур маска для волос. Которая называется защита 2 в 1 для длинных волос. Нет. Вообще нет. Это классическая силиконовая маска. Бюджетная классическая силиконовая маска. Которая за счет силикона выравнивает вам волосы. Но при этом их не питает. От слова совсем. Вы вымываете силикон. Вы вымываете весь эффект. И из-за того, что здесь очень много силикона. Можно переутяжелить волосы. Поэтому для меня нет. Если у вас очень, не знаю, сухие, пушащиеся волосы. То возможно вам понравится. Я не буду покупать. Потому что я не вижу никакого смысла от этого шампуня. И завершаем мы с вами продуктом для рук. Это крем для рук от бренда Нитрогена. Который мне абсолютно не понравился. Он не увлажняет ничего. Это что-то вроде вазелинчика. Вы наносите его на ручки. У вас достаточно гладкие, жирненькие ручки. Которые скользят везде и всюду. И нет увлажнения. Если вам нужно остановить испарение влаги. Окей. Если вам нужно увлажнить. Не окей. Поэтому нет. Для меня это точно провал. Не зашло. Не понравилось. Хотя отзывы у него неоднозначные. Кому-то он нравится. Кому-то он не нравится. Напишите пожалуйста в комментариях. Какие у вас продукты закончились в этом месяце. И что бы вы могли посоветовать. А что бы вы точно никому не посоветовали. Я надеюсь это видео вам понравилось. И вы нашли его полезным. Если да, не забывайте пожалуйста ставить пальчик вверх. Подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаем хорошего дня. Хорошего настроения. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok